Мне милостиво заменили мясо на сою. Палочки. Я не умею мне есть, но я попробую. Там еще внутри рис. Но оно такое суховатое. Вот надо вот этот бульон сюда наливать прям в рис и перемешивать. Вот так мы прячемся от дождя. Видите, в куртке и в такой кофте. Вот точно так же я ходил зимой. Это улица Шукинская. Я бы сделал здесь музыкальную студию, друзья, смотрите. Или какой-нибудь творческий центр. И плечи закрывает, и лицо у тебя, оно может спасти тебя от солнца. Здравствуйте, друзья. Намасте. В цифровом эфире канал Индия Мычек Ти Ви и мы с Мишей. Мы сейчас во Владивостоке, но по традиции в самом начале ролика немного Индии. Чтобы было потеплее в нашем туманном Альбионе, в нашем дождливом и туманном Владивостоке. Сразу напоминаю, друзья, что у нас есть открытая группа в Facebook. Вступайте в нее. Ссылка в описании. Также там в описании мой профиль Instagram. И если вы подписаны на наш канал на YouTube, то периодически проверяйте колокольчик оповещений. Потому что YouTube иногда его самопроизвольно отключает. Не всегда, не у всех, но так бывает. Сегодня продолжение нашей с Мишей прогулки по центру города Владивостока. Начало смотрите в предыдущем видео. Мы там запускали дрон над городом. Там есть красивые кадры моря, которое вокруг Владивостока. Моста на мыс Чуркин. Ну а сегодня видео с круглым номером 450. Да, сегодня Владивосток удивил красотой. Не удивил, а как сказать, он не удивляет, это здесь частое явление. Это же песчаный? Ага, вот то вот, да. Это мыс песчаный, и там, наверное, дождь идет вот такой. Как раз туда все это ушло. О, а что с пирсом смотрел? А он постепенно утонул. Так, погружался, погружался. Никто же его не ремонтировал. О, красота. Чайки. Там корабли вдалеке. Эта камера, она не приближает, наоборот, удаляет. Там, наверное, корабли будет не видно, но вот это очень красиво. Да, это вот с перехлапом, надо сказать, темноты к свету. Вообще полностью. И солнце, и солнце здесь. Вот, несет на нас тучу, друзья. С песчаного, там мы с песчаный, вот в той стороне оттуда, несет на нас тучу. О, ну, и там дождь придет. И там видно, что это дождь идет, и вот сейчас он сюда придет. Но, Миша, он не будет долгий этот дождь, он так же вот пройдет. Потому что он там уже, она заканчивается, видишь, там свет. Ну, есть. Вот это участок. Зонтик взял, о, гром гремит уже. Ну, это гроза, она пройдет. Выхожу. Через нам пойдем. А, пойдем через нам, да. И выхожу из дома с зонтиком. А на улице солнце такое, знаете, жара уже. В смысле? Сегодня, да, сегодня, когда я сюда поехал. А, берегатор ты? Соседка, сидят соседи там на лавочке, меня знают. Говорит, о, да ты с зонтиком, говорит, все, дождя не будет. Я такой, думаю, действительно, с зонтиком таскаться сейчас, отнести его что ли домой. Они говорят такие, не возвращайся, не возвращайся, бери зонтик с собой. Я говорю, давайте я вам отдам, потом приду, заберу. Они, да не, не надо, типа, иди, а вдруг будет дождь. Действительно, только я отошел, и дождь пошел. Вот он, индийский ресторанчик этот, Джимми Джимми называется. А, точно. А мы там не были с тобой, да, по-моему, мы были только в Нане. Я здесь не был. Сейчас будет странно, если этот тоже не работает. У них одна и та же фирма. Гусь-карась. Ну, почему гусь-карась? Причем здесь связь какая-то? Коран русской кухни. Гуся и карася, интересно. Гусь-карась. Ну, классно. Фирма, видишь, гусь-карась. Гусь-карась. Ну, было бы гусь, там, гусь-гусыня, например. А, ну, в смысле, ты можешь там и рыбу поесть, а можешь и курицу поесть, да? Да, да, да. Или утку. Ну, или гуся съесть. Пиццерия тут еще одна. Тут что-то, это какой-то комплекс здесь, развлекательный центр. Здесь же выставки были раньше. Да, да. Еще в 90-х годах здесь была японская выставка. В 91-м году я сюда приходил. Это было нечто, это была фантастика. Тут приехали японцы и сделали выставку своей техники там. Синтезаторы какие-то, фотоаппараты цифровые. И это было фантастика. Мы заходили там туда, там такая кабиночка, делали твое фото и тебе распечатывали на принтере. Понимаешь, это было, это было как что-то фантастическое вообще. В 91-м году, да. В 90-м они вот в этой японской там все это делали. Такие фотки они такие совсем. Ну, сейчас по нашим временам это смешно было. Но, тем не менее, это вот. Не, ну, это та самая технология, когда уже распечатывали на принтере. Да, ты заходишь там, тебе фотоют, и тут же тебе фотографию. О, вот это да. Тут же фотографию. Вот в чем-то был прорыв, что их сразу делали, вот при тебе. Да. И много-много всякой техники было японской. Мы не успели. Слегка сейчас наматим. Звуковая техника была. Всякие магнитофоны вот эти крутые японские по тем временам. Офигеть. Их сюда возили, да? Да, компакт-диски были уже тогда, по-моему. Все вот это. Нет, тогда не... Нет, подожди, 91-й, по-моему, компакт-диски еще не было. По-моему, были компакт-диски давно. Ну, в общем, это было очень круто тогда. Была такая выставка. Нет, ну, хотя в Японии, да, наверняка были уже. И мы ходили сюда, как любоваться. Блин, а я вот не помню, как же меня мимо это пронесло. Или это 93-й какой-то вот такой. Это после 93-го, точно помню. 93-й, 94-й, где-то вот такой год. Потому что я уже ходил туда, йогой мы занимались. А это в 93-м году началось. Часовник. Часовник, да. Не, ну это как это храм уже такой. Это не часовник, по-моему. Или часовник. В чем отличается храм от часовни? Я не знаю, я не разберусь. Это вот с колокольней, видишь? Это по размерам это как бы. Да, и вот мы где? На миллионке. Да. И дождь идет. Я в курсе, она мне. Миллионка. Это миллионка. Красиво, да, сейчас смотри, вот красиво смотрятся вот эти лампочки на окнах. Да, это вечер, да? Да, очень-очень так фантастически. О, выключаю камеру, дождь, дождь. Вот так мы прячемся от дождя. А ты угой-то, может, это не прав. А-а-а-а, это урок. Сейчас камера помоется, намочится. Вот у нас красивые девушки стоят здесь. А дождик сейчас закончится уже, там вон уже небо. А девушка, вы знакомы по Ганге, наверное, да, знакомы? Да, это Саша, девочка, которая работала в Ганге. В Ганге. В магазине, помнишь? Ну, в Раджолилин магазин. А, у Раджолилина, что ли, в магазине? Нет. Нет, я в Ганговском магазине. А, в Ганговском магазине. Ну, на самом деле, не только в магазине, для этого еще в самом кафе. Но последние пары, которые полят именно в магазине. А мы хотели сегодня поесть индийской еды, и пришли, а там ее нету. И кафе закрылось. А это мы в Нанхаузе. В Нанхаузе. А, ну, как будто в Нанхаузе. Да, да, и все, там уже не будет уже Нанхауза. Да, да. Все. Мне там больше нравилось, честно говоря. Ну, тот закрылся, но остался еще который в футкорте. Думаю, скорее всего. А, вот так. Ну, а эти, они сказали, мы сейчас зашли сюда, нам сказали, что они все переехали вот сюда, вот в это место. В Джиме? В Джиме. Все вот эти, которые были там, ребята. Ну, видно, что-то у них там не очень бойко было, я не знаю. Хотя мне там больше нравилось. Там можно было взять, пойти на террасу вот эту, выйти. Ну, да. И там посмотреть на город. Ну, запоминаем, где новое кафе индиское. Здесь уже такой райончик, да, странный? Ну, да. А, вот, все, я вижу, хорошее место. Написано. А что, хорошее название, да, куда, куда пойдем? В хорошее место. Хорошее место. Или я сейчас тебе покажу хорошее место. Ну-ка, покажи. Вот, точно хорошее. Здрасте. Харе-кришне. Видишь, мы не знали, мы могли бы просто сразу сюда пойти, да? Мы сидим целый день искали где поесть. Индийской еды. Вот теперь будем. Вон, стейк из кабачка можете. Кафуста, картофель. Суп-крем. Это круто. Знаешь, вот такую шляпу, она очень полезна, когда на улице в Индии плюс 44, и солнце палит. Да, она плечи закрывает. И плечи закрывает, и лицо у тебя, оно может спасти тебя от солнца. Офигенно. Слушай, реально, да. Такой, как зонтик. Как зонтик. Или зонтик такой. Да, это там необходимость. Здесь это прикол просто. Ага. Есть вот такой слоник. Ну, слоник обалденный, почти индийский. Ага. Стоит он 7308 рублей. Сделан в Китае. Ну, цена, конечно, блядь, да. Инкрустированный, смотри, он инкрустированный камнями. Битый пепельница. Смотри, какая пепельница с тараканами. Ты можешь себе представить? Пепельница акрил. Прикол такой, блядь. Это бабочки написано. Походу, это просто тараканы, посмотри. Светящие. Я не вижу, светящиеся тараканы. Вот эти прикольные, кстати, наборчик. Смотри, стеклянные. Тоже в стиле веганском таком. Четыре штуки, 250. Да. Набор четыре штуки, 250. Это подавать что-то на стол. Еще один слоник такой, похоже, подешевше. Хороший. Резиновые есть. Камеры заклеивать велосипедные. Ну, бф-2 это для 3D-печати. Столик покрывайте раствором. Это наклеющий хорошо печатать. Вот продается, говорят, где купить. Вот он продается, спокойно. Мне пишут там на электронном канале, где купить. Вот и что. Да, где купить. Вот, везде в магазинах и продается. А бф-4 нет у вас или бф-6? Ранки смазывают. Говорят, это мох. Мох. А что с ним делать? Не знаю. А, в грунт. Как удобрение получать, видимо. Прикольно. Надо этим заняться, садоводством. Когда уже на старости. Это интересная тема, это такая глобальная. О, хорошие ножовочки, смотри. Да. Качественные. Я приехал в район, который называется Фуникулер. Он так называется, потому что вот здесь находится Фуникулер. Фуникулерная дорога. Это такой трамвайчик, который помогает вам забраться в горку. Ну, он, похоже, не работает. Я вот смотрю, никто туда не заходит. Все закрыто. И сейчас я с другой стороны смотрел. Было видно, что трамвайчики эти, фуникулерчики, они стоят там. Это улица, видите, вот она, которая идет туда, в ту сторону. Вот эта дорога. Называется проспект Красоты. Видимо, потому что отсюда открывается красивый вид на море. Вот на бухту. Ну, раз туда идут люди, то давайте тоже пройдемся вслед за ними и посмотрим, что там. Думаю, там какая-то все-таки осталась смотровая площадка. Много китайцев или корейцев. Вон девушка. Вопреки всем запретам. Сидит и фотографируется. Вот так вот опасно. Красавец. Корейская красавица. Так, давайте поднимемся вон туда. Здесь памятник Кириллу Мефодию с облезлыми буквами. Все обваливается, все рассыпается. В Индии, в Ришикеши, на мосту, через Гангу тоже, все вот замочки прикручивают. А хитрые индийцы подбирают к этим замочкам ключи, снимают их и потом... И потом снова продают туристам. Там такой круговорот замочков. А здесь вот с замочками все нормально. Никто их не отстегивает и не продает по кругу. Каких только замков нет. Все они уже заржавели на дожде. Вот здесь написано Женя и Игорь. Данил и Дарья. Любовь навсегда. Вот красивый замок. Кто-то делал, смотрите. Специально здесь приклеивали вот эти розочки. Сам вот этот монумент, там наверху крест и что-то вроде купола храма. Но все это тоже в таком состоянии плачевном. Ржавое и неприглядное. Издалека, наверное, хорошо смотрится. Если дрон запустите, посмотреть сверху, то будет, наверное, довольно-таки красиво. Просто сотни замков, сотни разных. Различные конфигурации. Вот самолетик нарисован и буква Д. Наверное, человек на дембель ушел, я так предполагаю. Такой постер здесь на русском, на английском и на трех наших дальневосточных азиатских языках. Для вашего удобства мы открыли новый большой сувенирный супермаркет. На центральной площади города добро пожаловать. Так, ну я так понимаю, здесь когда-то был магазин тоже сувенирный. И вот он как сейчас выглядит. Я даже боюсь прикасаться. Все разбито. Так, и получается, что я здесь, наверное, не смогу никуда пройти. И вот, смотрите, друзья. Был когда-то магазин. Прекрасное помещение в очень хорошем месте. Видите? Видимо, здесь людей просто выселили. Отсюда. Кресло стоит. Тут все еще в сравнительно хорошем состоянии. Пластиковые окна. Пол хороший. Мраморный. Вот это да. Все открыто. Здесь вот так. Комнатка какая-то. А, здесь был туалет, санузел. Видно канализацию. Мне оно, кстати, нравится, это помещение. Обалденное место. Вот здесь бы, я бы сделал здесь музыкальную студию, друзья. Смотрите. Или какой-нибудь творческий центр. Можно вот так отгородить, разделить на два зала, на две комнаты или даже на три. И какой замечательный вид из окна. Вид на мост. Я даже светодиоды нашел. Смотрите. Они мне пригодятся. Вот. С потолка все ободрали, видимо. Такой разрушенный магазин. Так я не стал запускать здесь дрон с этой площадки видовой. Здесь очень много людей. Лучше не запускать дрон, когда много людей. Мало ли что. Дрон это не игрушка. Такая довольно, довольно опасный снаряд. Зато нашел вот светодиоды. Тут их много. Кусок ленты. Я могу сделать еще одну USB лампу себе. В дорогу. Да. Они яркие. Сейчас Миша подойдет сюда. Мы с ним зазвонились. Он подойдет к фуникулеру. Машина стоит вся исписанная по-корейски. Вот это корейский. Это, видимо, китайский. Какая-то реклама. Может, вот можно девушку такую заказать себе с автоматом. Вот на этом мостике. Сейчас он, парень, чуть ногу не сломал. Да. Чуть ногу не сломал. Вот здесь. Позаруха. А вон и Миша. Я вижу его по красной кепке. Так, фуникулер закрыт по техническим причинам. Но надо профилактику делать. Вообще-то это такой, ну, опасный транспорт довольно. Поэтому ему надо профилактику делать. Периодически обслуживать. Вот этот пейзаж, как раньше было. Частные домики, садочки. Помнишь сады здесь? А вот это я знаю, кто делал эту скульптуру. Кого? Скульптуру? Да, вот это я знаю, кто делал скульптуру. Есть такой у нас скульптор. Мансур Якубов. Мой друг. О, кепка какая-то. Да, кепка лежит. Мансур делал вот эту скульптуру. Он вот такое делает из камня. Нафига себе. Представляешь, у него много. Там еще около ДВФУ наверху. Ну, наверное, сначала болгаркой. Естественно, не рисом вот так. Тик-тик-тик-тик-тик. Нет, видно, что как будто это. Обработано. Но это уже обработано. Потом, да, шлифовка. Лабиринты он делает на русском острове. Ну, сейчас не знаю, но раньше мы ездили к нему на эти лабиринты. Он выкладывал из камней там вот эти лабиринты. Да, это вот он делает. Вот что мне нравится здесь в России, это что водители пропускают пешеходов на пешеходных переходах. В Индии никто не пропускает. Да никогда. Вообще, вообще. Никогда не пропускают. Они едут и едут. Здесь пропускают. Воспитали их. Попробую не пропустить, да. Ну, штрафы сейчас большие. Вот здесь ниже Академия искусств. Кстати, театр прошли. Театр, театр, да. Это театр Горького, старый. Еще построенный при СССР когда-то давно. Здесь есть старая аллея старинная. Да, старая аллея. Пойдем поедим сначала. Я есть хочу. Если бы я не ел, но я еще, понимаешь, я не ел ничего сегодня с утра, а сейчас уже время. Я пил кофе и чай, понимаешь, вот это все. Мы не будем бегать. Ну, я тоже, я сегодня с утрячка вот чайка выпил. Просто я чай пил больше, без ничего вообще. Сидел что-то с компом, вот потом чай, потом кофе, как встал и к компу велосипедик покрасили. Велик пекарня. Пекарня Мишеля. Миша ведет какими-то дворами прикольными. У него тут прошла молодость, да, Миша? Да. Вот в этом районе, в центре Владивостока. Так ничего этого не было, а были сопки. Да, были горы, сопки. Смотри, какой КТМчик. Как? КТМчик? У тебя классный был КТМчик там. МТС, да он? Как он? А, ТВС. ТВС. А, кстати, их много было. Я видел у Сайбабы там в футапарте их вовлю на каждом углу. Да, да. Такая популярная модель. Вот эти модели. А, она самая дешевая, наверное. Да, да. Так, вот мы где идем. Вот такой райончик. Здесь вот была школа, вот ее видно. Вон, через кустики можешь просветить. Первая школа, первая гимнадия. А я знаю первую школу. Вот, и тут трубы шли. И вот мы постоянно и лаким. Трубы, да, 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 да. Ну, тут такие места прикольные. Растет трава всякая разная. Это растет, как ее. Вот я ее люблю нюхать, эту траву. Такая, такая. А вот. Ой, какой классный запах. Запах моего детства. Это же полынь. Полынь. Запах детства. Запах детства. Я просто, знаешь, что делал? Сворачивал так кусочек и в нос вставлял и дышал этим запахом ходил. Мне нравился вот этот свежий запах полынь почему-то. Дождь идет. Наверное, на камеру накапало там на стекло. Не знаю. Так, надо было вот этой тропинкой пройти. Вот этой тропинкой. Мы бы уже пришли там. Тут же все-таки не так часто ходят. Ну, тут прикольно, тут красиво. Ну, не в то, что тут красиво, тут просто. Как-то полесно. Хорошо, потому что далеко от этого всего. Вот такие трубы, это надо как-то под ней еще пробраться. Что-то врезка потом. И теперь сюда. Не, я сейчас корейскую кухню сегодня не видну. А, вот эта мерине. Мне не понравилось. Маленький суп. Он вкусный, конечно, был. Сладкий такой. Вчера этот суп. Но лестница туда, да, никуда. Здесь все ведет в никуда. Ну, как и в общем-то, и везде. Жизнь, она и ведет в никуда. В Индию. В Индию. Там много на что посмотреть. Ты выходишь и смотришь туда-сюда. Тебе там некогда думать о смысле жизни. Почтовый переулок. Почтовый. Да, вот как раз где вот та вот девушка жила. Это американка, которая написала свою автобиографию. Она здесь жила в городе Володивостоке. Вот. Ну и свою тут. Там у них какой-то стрясняк был конкретный. Ну, что там такая жизнь была тогда. Вон она стоит. Да. Давайте посмотрим, кто это. Элеонора Прей. А, Элеонора Прей. Иногда я просто жажду убраться отсюда, да, отсюда и покончить со всеми заботами и неприятностями повседневной жизни. Но в глубине души я знаю, что нигде мне не будет так хорошо, как в этом неухоженном, но прекрасном месте. Но именно здесь прошли лучшая, лучшая часть моей жизни. Она про Индию написала. Про Лишикеш. Один в один я бы вот сказал так про Индию. Ну, вот и все. И вышли мы. Получается, опять к этому торговому центру почти. Сейчас пройдем вот под этими лесами строительными. И все. И уже снова будет торговый центр. Малый Гум. Индийская кухня там закрылась. И больше ее там вообще не будет. Что прискорбно и очень жаль. Было хорошее место. Можно было поесть какую-нибудь талию настоящую почти. Ну, а сейчас попробуем корейской кухне. Ты по индийской рубахе, оказывается, с омами. Девушки красавицы. Ну, вот здесь все корейские дают. Здравствуйте. Мы сейчас хотим корейское попробовать. Хорошо. Прекрасно. Маленькие. Ты, Мортик, а что ты взял еще? Картошку. Картошку просто. Кинеговине? Нет. Особо. Здесь хорошо в этом торговом центре. На верхнем этаже здесь как-то солнечно, просторно. А вот, за счет крыши. За счет, да, вот за счет вот этого, наверное, энергия тут солнечная поступает. А там у них вот в этом Джимми-Джимми, ну там все вкусно, хорошо. Ну, как-то там как кабак. Вот дух кабацкий. Да, так оно и есть, там куча байна у них, видел, ну там все целое. Да, ресторан. Мне не нравится, я пришел поесть. Ну, а не видишь, еще ничего не убрали. Солнечная еда такая. Сколько ты за все это заплатил? 155 рублей. 155 рублей. Когда прилетит моя вот эта летающая тарелка? Что-то горит цифра. Когда прилетит сигнал. Сигнал. Горит цифра 9. Это что означает? Что 9 минут осталось у меня? Или номер 9? Наверное, заказ твой. 9, видишь? Мы летим. Летим за Пибимпабом. Вот это, наверное, да? Нет, по умолчанию. Вот это вообще. Да, спасибо. О, какая красивая Пибимпаба. Это называется Пибимпаб. Мне милостиво заменили мясо на сою. Вообще нету овощных блюд здесь. Практически. Чисто овощных. Я попросил, мне сделали вот эту штуку с соей. Но тут яйцо. Но яйцо я съем все-таки. Это бульон, это кимчи, это, видимо, кетчуп и ложка. Ложка, вилки нету. Есть вот тоже палочки. Палочки. Я не умею им есть. Но я попробую. Миша вот пытается палочками. Да ложкой ешь спокойно. Ну, а я же хочу это попробовать. Может, вдруг я поеду жить в Южную Корее. Или в Северную. О, я даже сумел подцепить. Получилось. Вкусно. А там еще... Там еще внутри рис. Но оно такое суховатое. Вот надо вот этот бульон сюда наливать прям в рис и перемешивать. Кстати, классное блюдо. Я думаю, что Зубков Олег все время пи-бим-пап, пи-бим-пап, пи-бим-пап. Оказывается, это вот такая тема. Но он бы сказал нам сейчас, похоже он на настоящий или нет. Я поснимаю, ему покажу. Да-да. И потом он расскажет. А помнишь супчик, что там за бульон? Супчик это просто бульон. Я не знаю, что это. Просто вот жидкость. Корейскую еду ел в аэропорту. Там настоящая корейская. Похоже, но там остро, а здесь не остро. Вообще не остро. Вот на эту сою мне заменили мясо. Я попросил туда вылить, потому что рис довольно сухой. Так, раз. И все. Получится как надо. Вот теперь. Отлично. Ну и кимчи сюда. Что мне париться-то? Мы по-индийски все смешаем. И будем есть. Это моя сегодня первая еда в общее время. Уже пятый час, а у меня первая еда. Фестиваль футбола, оказывается. Газпром банк. Фестиваль футбола. На деньги Газпром банк. У них очень интересное отношение к крутым именам. Двигаемся дальше. Диспенко, она не то, что спел. Но выучиваете слова. Мы даем колодушку, Машинку, камень. Максимальный поддержок. Да! Мы сейчас пользуемся случаем. Вот такая погода у нас сегодня. 13 июня. Холоднее, чем в мае. 14 градусов тепла. И вот такая противная морость, ветер. Как начался июнь, так и пошла вот такая погода. Вот такой у нас июнь. Сезон дождей. Холодный месяц. Неприятный. В июле тоже, наверное, будут дожди. Хотя уже будет теплее. Вот так вот влажно, дождливо у нас все такое лето. В августе будет уже очень жарко. Жарко и душно. Потому что высокая влажность. Вот так я одет. Видите, в куртке и в такой кофте. Вот точно так же я ходил зимой, когда снег. Есть такой сайт у нас здесь. Фарпост называется. Это интернет-барахолка. И там в одном из магазинов я нашел аккумулятор для своей камеры И4К. Вот иду сейчас его покупать. Выкупать, так сказать. Потому что я его там как бы купил на сайте. Но теперь надо пойти в магазин и выкупить его. В этом году, друзья, у меня посыпались все аккумуляторы. У меня несколько видеокамер. Вот эта маленькая Sony AS300. Ее аккумуляторы посыпались, которые я покупал на Алиэкспресс китайский. Раньше у меня еще была такая же похожая камера. Предыдущая модель Sony AS50. Я ее продал. Давно я ее покупал. И тогда еще выписывал для нее дополнительные аккумуляторы на Алиэкспресс. И вот они работали в той камере. И потом они работали в этой камере. И наконец они умерли. Ну прошло несколько лет уже. Года три или четыре. И они умерли. Пришлось заказывать. Снова. И один еще фирменный я купил здесь за тысячу рублей. Вот. Ну такой не китайский, а именно родной соневский. Конечно тоже в Китае сделано. Но вот именно родной Sony. Для большой камеры два больших запасных аккумулятора тоже сдохли внезапно. Здесь, когда я приехал, вернулся из Индии. Кстати, в Индии сейчас в среднем плюс 40. Северная Индия. Вот такая погода. А здесь 14. И холодно, как зимой, и влажно. И к большой камере Sony тоже умерли аккумуляторы. Пришлось здесь тоже заказывать во Владивостоке. Купил два. По 1400 каждый. Вот посчитайте. В общей сложности на все аккумуляторы. В этом году я потратил, наверное, больше 100 долларов. Если бы знал, наверное, что такая погода будет сегодня. Я бы не заказывал эти аккумуляторы именно сегодня. Может быть сделал бы это завтра, послезавтра. Ну похоже это надолго. У нас вот такое может быть, может быть, полмесяца. Наверное, я сейчас камеру спрячу, не буду снимать. Не хочется, чтобы она мокла на этом дожде. Такая противная морось с ветром. Вот, смотрите, голуби нахохлились. Тоже мерзнут они. Сыро им и влажно. Сидят. Такие бедные. И мне, похоже, надо вот в ту гору подняться сейчас будет. Там такая улица Шилкинская. И там находится этот торговый центр Шилка. Шилка. Где мне нужно будет выкупить эту батарейку. Да, и на И4К тоже у нее сдохли все аккумуляторы. Вот поэтому приходится идти покупать. Подождю. На все. Вот на все, друзья. У меня несколько видеокамер. Я ими всеми пользуюсь. То одно, то другое. Вот на эту И4К, на которую я иду покупать аккумулятор, я ее использовал на велосипеде. Так, мне осталось 680 метров пройти по этому дождю и морозе. Объектив у камеры мокрый. На нем вода, наверное, плохо видно. Протирать его бесполезно, потому что сразу он снова намыкает. Так, и мне, видимо, вот сюда в гору сейчас нужно подниматься. Я ни разу здесь не был в этом районе. Вот так вот. Я его не знаю. Тут район. Иду по навигатору. Да, видимо, вот сюда наверх нужно подниматься. Единственный магазин у нас в городе, где я нашел эту батарею. Вот он, этот торговый центр. Шилка. Шилка. Ну и название. Выплывает из тумана. Видите, какая погода. Вот такой туман. Это улица Шилкинская. Владивосток. Ой-ой-ой. Прям даже выходить не хочется. Ну все, друзья. Вот купил я батарейку. Вот такая батарейка для И4К. Или для ЮИИ-4К. Или ДИЮАЙ-4К. Как только ее не называют. Ну, конечно, это не оригинал. Китайская. Хотя оригинал он тоже китайский. Камера китайская. Такой торговый центр большой. И ни одного кафетерия нет. Я спрашивал у них, есть кафетерий тут у вас, где кофе попить. Говорят, нет, ничего нет. А, вон какая-то кафешка есть. Пивной магазин. Но он мне не нужен. Мне бы кафетерий попить кофе. Погода такая холодная, мерзкая. И хочется горячего. Этот райончик такой на горе, на сопке. Поэтому тут еще сильнее туман. Видите, мне чем-то это все напомнило. Фильм «Мгла». Помните по Стивену Кингу? Ужастик. Там вот похожий туман был. Вообще ничего не видно. 20 метров и уже одно молоко. Торговый центр «Приморье». Может, здесь есть кафешка? Ага, зашел. Написано «Закрыто ремонт». Владивосток. Автобус стоит. Написано «Кофебас». О, может, здесь продают кофе? Ха, точно! Друзья, надо же! Открыто стучите в окно. А что, я смогу там внутри пить кофе? Или вы нам книжку, мы вам чашечку кофе? Друзья, у Васи пополняется библиотека. У вас есть книга, которую вы уже прочитали. Она просто лежит дома. Принесите нам. Мы обменяем ее на чашечку капучино. Мне придется что, на улице пить кофе? Или там можно? В общем, я стучу, никто не открывает. Видимо, там тоже никого нет. Но не судьба, видно. Сейчас приду домой, куплю молочка и сам себе сделаю капучино самодельный. И это будет дешевле и приятнее. Прием металла. Прием написано. Прием. Не прием, а прием. Приемномашевая металла. Вырывайте где-нибудь металл, выламывайте и приносите. Пока еще можно так зарабатывать. Автозаправка. Вот, смотрите, цены у нас здесь. 95-й бензин 44,15. 92-й 43,25. Дизельное топливо 47,95. 98-й 46,55. Самое дорогое дизельное топливо нынче. Я вообще с машинами, с автомобилями не связан. Но, по-моему, раньше было всегда дизельное топливо дешевле. А сейчас вот уже я обратил внимание, оно дороже. Вон парень на велосипеде едет. Ну, надо же, в такую погоду экстремал. Смотрите, какие штыри торчат. Арматурин. Вот кто-нибудь нечаянно наступит вечером, не увидит. Это ногу насквозь. Вот для этой камеры, друзья. Вот такая есть у меня камерка. Она уже довольно старая. Несколько лет ей. Батарейки, видите, они вздулись слегка. Вот эти с Алиэкспресс, они немножко вздулись. Вздулись они не сильно, но это уже симптом. И стали они работать мало. И скоро они умрут совсем. Но вот будет две. У меня еще есть родная от этой камеры. Тоже старая. Есть столько же лет, сколько и камер. И вот будет одна новая. Напомню, что это канал Индия Мэджик Ти Ви. Нажимайте на кнопочку подписаться. Включайте колокольчик. Вступайте в нашу открытую группу в Фейсбук. Оставляйте ваши комментарии. Продолжение блога в следующем видео. Спасибо за просмотры, друзья. До свидания. Всех благ. Намасте. Субтитры подогнал Игорь Негода.